Сегодня у нас гость, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, Лейла Фазлеева. И мы говорим о чемпионате мира, об организации, в том числе Лейла Ренатовна. Какие первые впечатления от этого праздника футбола у вас? Ну, первые впечатления очень положительные, уважаемые коллеги. Действительно положительные не потому, что я сегодня представляю правительство Республики Татарстан, они положительные в силу моего личного общения с теми людьми, которые посещают мероприятия, которые посещают матчи, которые посещают зону фестиваля болельщиков. Положительный отзыв можно увидеть в Инстаграм, когда кто-то публикует свои фотографии, рассказывает о том, какие эмоции и впечатления они пережили по результатам тех мероприятий, которые посетили. Кроме того, в вечернее время все гостиничные и ресторанные зоны, они также насыщены туристами, в том числе и болельщиками. Прекрасная музыка болельщиков Колумбии, которая не давала спать, я думаю, многим жителям города Казани в день победы Колумбии. И мы все вместе соучаствовали, были сопричастны этой победе жители Республики Татарстан и города Казани. Я поймала себя на мысли, что музыка невероятно очаровательная, и музыка действительно потрясающая, и вместе с ними хочется радоваться их победе. И я думаю, что вот эти эмоции и впечатления, позитивные и положительные, они, конечно же, дают нам новую культуру общения, они дают новую культуру боления, потому что каждая страна по-своему болеет за своих героев, за своих футболистов. Каждая страна рассказывает, и я думаю, что вы сегодня в интернете видите очень много примеров, когда кто-то убрал за собой, кто-то перевел кого-то через дорогу, кто-то рассказал какую-то историю своей страны, и люди воодушевляются вот этими позитивными примерами, улыбаются. Мне очень нравится, когда мои друзья, коллеги, товарищи, например, рассказывают о том, как они смогли оказать помощь на улице, когда им задали вопрос на английском языке или на каком-то языке другого народа. И это доставляет действительно людям определенное удовольствие, и я думаю, что это позитивные эмоции Чемпионата мира по футболу 2018. Если говорить о культуре боления, вот площадка для болельщиков «Фанфёст» пользуется огромной популярностью в Казани. Как вы считаете, насколько справляет наша площадка с большим потоком людей, которые идут и на футбол, и на «Фанфёст»? Всё ли там организовано правильно? И насколько там действительно такая атмосфера, которая заряжает положительными эмоциями? Не понаслышке могу сказать о этой площадке, потому что бывают там практически ежедневно в режиме работы, опять-таки, и правительства Республики Татарстана, и как человек, который в том числе работает на данной площадке. Хочу сказать, что площадка каждый день неизменно пользуется популярностью среди жителей Республики Татарстан, жителей города Казани и гостей столицы. Туристы идут на эту территорию, приходят. Как это можно определить? Ну, прежде всего, определяется и по тому внешнему виду, который имеют наши с вами туристы и гости, которые приехали из других стран. Можно определить по речи, по говору, можно определить, просто спросив, и мы также опросы проводим тех, кто находится на данной территории. Площадка позволяет, в принципе, обеспечить все потребности человека, который пришел на эту территорию. Организовано абсолютно все, начиная от потребностей, связанных с туалетами и потребностей, связанных с питаниями. Есть культурная программа. Данная культурная программа изначально Республика строилась с учетом национальных особенностей и специфики целевой аудитории. Мы хотели очень много рассказать о том, чем мы сегодня живем, Республика Татарстан чем живет, какие коллективы работают в Республике Татарстан, какие направления музыки, искусства, культуры сегодня может представить и показать Татарстан. Безусловно, мы работаем и на молодежную целевую аудиторию, показывая и хореографию, и вокал, и инструментальные композиции разных, абсолютно разных направлений. Пользуется площадка точно, повторюсь, неизменной популярностью, о чем свидетельствуют и цифровые показатели посещения площадки. Ну, допустим, в первый день, как и положено для начала открытия фестиваля, у нас было порядка 25 тысяч человек на территории. Был один из дней, когда площадку посетило порядка 56 тысяч населения и людей, которые хотели посетить. Вчерашний день, к примеру, количество людей, которые посетили фанфест, это 41 699 человек. Коллеги, это большое количество людей, это мероприятия с массовым пребыванием людей однозначно. И, конечно же, меры безопасности, которые предпринимаются в связи с этим, они беспрецедентны, они должны быть таковыми. Это касается и зон досмотра, это касается и зон питания, это касается зон, где люди смотрят мероприятия. В целом, замечаний по тому, как организован режим безопасности, у нас на сегодняшний день нет. И речь идет и о работе сервисных служб, извините. То есть в любом, в обязательном порядке у нас работает карета скорой помощи, в обязательном порядке дежурят и специалисты, сотрудники Роспотребнадзора, которые курируют и контролируют питание. Сегодня, допустим, в 8.30 утра мы как раз проговаривали вопрос, в том числе с организацией питания на фестивале болельщиков, и вообще в целом в рамках чемпионата мира в гостиничных комплексах, или, к примеру, в зонах ресторанного питания и так далее. То есть есть специалисты, безусловно, служб безопасности. Мероприятие находится под контролем министра внутренних дел Республики Татарстан, министра по чрезвычайным ситуациям, МЧС России. Соответственно, мы все работаем одной большой командой и оперативно стараемся реагировать в случае, если... И мы готовы, если вдруг что-то происходит, мобильно, правильно, своевременно реагировать на все, что происходит на площадке. Конечно же, сегодня свои коррективы в работу фан-феста вносят температура улицы, температура природная, которая достаточно высокая. Вчерашний матч, который проходил в Самаре, приходил при температуре 40 градусов, в Республике, в Казани, было 36-34. На момент начала матча России-Уругвай на площадке было порядка 36 градусов. Это, в свою очередь, также накладывает обязательства не только на тех, кто является организатором фан-феста, но и на нас самих, как посетителей этого фан-феста. К примеру, действительно, вчера мы организовывали при такой температуре отдельный заезд малобомбильных групп в дополнение к ним, в обязательном порядке пропускались дети до 7 лет вместе с родителями, и совсем маленькие детки были на фан-фесте. Конечно, мне очень хочется предупредить родителей, совсем маленьких деток до года, что нужно быть весьма и весьма аккуратно с посещением фан-феста. Все условия есть, безусловно, все есть, но это, опять-таки, температурный режим накладывает свой отпечаток на то, как проходят мероприятия. Но вчерашний день, опять-таки, показал, несмотря на то, что мы с вами не выиграли, но все-таки единение командное было, зрители болели, пели, танцевали, и по окончанию мероприятия, ну, по окончанию трансляции чемпионата, по окончании трансляции матча между Россией и Ругваем, ну, на фестивале остались люди, продолжали танцевать, продолжали развлекаться, и уже перешли в следующий просмотр в 21 матч, в 21 час матч, который тоже так же состоялся, и тоже был при большом количестве людей. Ну, нужно еще сказать, что вообще, в принципе, вся территория города Казани на сегодняшний день, там, где есть экраны и установлены телевизоры, является такой большой площадкой для того, чтобы можно было поболеть за свою команду, и я думаю, вы все передвигаетесь по городу и видите это, и везде принимают, и везде никто не отказывает гостям. – Ринат, ну, я просто уточняю для себя и для коллег, когда мы говорим о 56 тысяч, это не одномоментно, это в течение дня? – Это в течение дня, самое пиковое пребывание порядка 15 тысяч человек, одномоментное пребывание порядка 15 тысяч человек, цифра очень хорошая, цифра действительно очень такая весомая, и, конечно, она иногда нарастает, снижается, но вот одномоментно, если дают цифру коллеге, порядка 15 тысяч. – Спасибо, вот вопрос в первом ряду, пожалуйста. – Да, пожалуйста, Калина. – Арсений Маврин, Татарин Форум, Лейла Ринатовна, мы все были свидетелем того, как менялось Казань в период универсиады, в период водного мундиаля. Как считаете, что принес Казань чемпионат именно с точки зрения изменения инфраструктуры? – Что касается инфраструктуры, уважаемые коллеги, это действительно, вот на мой взгляд, результатом этого чемпионата, в принципе, все инфраструктурные объекты у нас были готовы к моменту проведения чемпионата. Мы уже были готовы принимать, мы работали с той структурой, которая работала в рамках Кубка конфедераций, соответственно, мы наработали определенные уже технологии инфраструктурные. У нас за период проведения мероприятия уже сложилась своя система транспортного обслуживания, людей, которые как прибывают в зону фан-феста, людей, которые прибывают в зоны объектов спортивных. На мой взгляд, появилось вот у каждого мероприятия международного, есть вот так называемое наследие. На мой взгляд, чемпионат мира как раз вот в наследии по технологиям, по технологии работы с болельщиками, не столько инфраструктурно, сколько как эта инфраструктура работает на оптимальную работу с людьми, которые прибыли. Согласитесь, что количество туристов в разы выше, чем было в период универсиады и в период водного мундиали, как мы говорим. А сейчас туристов гораздо больше. Мы вместе с этими туристами, во-первых, научаемся и получаем новые технологии работы в туристической отрасли. Сегодня в очень таком требовательном к себе режиме работают практически все рестораны и кафе города Казани. Работает транспорт, работают все службы в особом режиме. Это опять-таки цены. И вот мне кажется, что даже не столько инфраструктурные изменения, сколько технологические изменения внутри нас самих происходят. Те, кто организовывает данные мероприятия, как город, принимающий такое международное событие. Кроме того, действительно, вот те же самые болельщики учат нас каким-то новым своим историем. Может быть, я в этом плане повторюсь, но это объективно видно, объективно понятно, что такой достаточно серьезный вызов для всех нас, работа сегодня с большим количеством людей. Мы же говорим еще о том, что туристы приезжают не только из других стран, но наши туристы, внутренний туризм сегодня для республики, для города Казани вообще оптимальный и очень большой. Мы учимся работать с большими группами людей, мы учимся и объекты принимать учатся, и те же самые, допустим, зоны досмотра работают в определенном режиме. Опять-таки мы не можем их никогда снять, мы обязаны обеспечить режим безопасности, и поэтому требования досмотра будут незыблемыми. Хотим мы того, не хотим, это незыблемое требование нашей с вами в месте безопасности. Я думаю, что больше технологические вещи в этот чемпионат работают, хотя инфраструктурно мы готовы от и до. Спасибо большое. Вот в последнем ряду вопрос к молодому человеку. Здравствуйте, Артем Лорганов, телекомпания «Эфир». Лично был в фан-зоне во время матча «Россия-Египет». Много желающих не попали, потому что в один момент их просто перестали пускать. Сказали, что фан-зона не резина, вы извините. Вчера накануне матча «Россия-Уругвай» власти Москвы призвали выбрать альтернативные варианты просмотра матча. То есть для них подготовили, для болельщиков подготовили около пяти тысяч кафе и спортбаров, а также торговых центров, где они смогли комфортно посмотреть футбол. Вот у нас в Казани есть какие-то цифры, количество спортбаров, кафе, где люди могут посмотреть матчи чемпионата мира по футболу вне фан-зоны? Ну, хочу сразу сказать, что объективно то, что зона может быть в определенный момент закрыта, это требование режима безопасности. Я не думаю, что прямо там сказали, что все, зона резиновая закрылась. Наверное, более корректно сказали. По крайней мере, я очень хочу в это верить и надеюсь. То есть зона действительно была закрыта в определенный момент, когда количество людей было уже выше той нормы, которая возможна. По количеству спортбаров, прямо цифру сейчас я вам 100% не назову, однозначно могу сказать, что все крупные бары, рестораны и зоны питания в республике Татарстан, вот в городе Казани, оборудованы были в преддверии чемпионата экранами. Ну, возьмите, например, ту же самую набережную. К примеру, вот то, что близко от фан-зоны, мы сразу переходим в левую сторону, движемся туристы к Кремлю. Первый объект у нас с вами набережная. На набережной установлен большой экран в кафе, и туристы очень активно эту зону бронируют, туристы активно в этой зоне находятся. Опять-таки скажу не понаслышке, а сама там была, посмотрела, для того, чтобы понимать, какой еще необходимый ресурс использовать, для того, чтобы обеспечить действительно комфортное боление. Что касается спортбаров, все, которые имеются на территории города Казани, они оборудованы уже изначально этими экранами, которые позволяют смотреть. Тоже ни один из них не пускает болельщиков, они однозначно работают с болельщиками. Вообще комитет по туризму и все, что связано с питанием в городе Казани, были изначально на штабах заточены на то, что у них будут туристы и будут смотреть чемпионат мира. Трансляции идут во всех спортбарах однозначно, и идут в открытых кафе. Есть некоторые, где, может быть, этого и нет. Ряд примеров могу привести, но это просто не показатель в данном случае. Где спортбар, где спортивная тематика есть, все оборудованы. Это было. Готовились к этому тоже. Тем более, это в их интересах они, наверное, тоже... Это да, это связано прежде всего с этим вопросом тоже. Но опять-таки совещания установочные были в преддверии чемпионата мира, и, соответственно, цифровые показатели я у коллег Казанских возьму и вам просто дам в цифре. Не знаю, наизусть не скажу вам. Спасибо. Вопросы? Газета «Бизнес онлайн». Первый вопрос касаемо финала. То есть что будет приготовлено на площадке к финалу? Потому что программа, насколько я знаю, еще до конца тоже не проработана, информации по этому поводу нет. Программа... Что касается финала. Понятно, что в этот день на площадке мы ожидаем большое количество людей. Объективно. Это первое, на что настраиваются сразу работы всех служб. На финал мы работаем с службами безопасности, службами скорой помощи, службами МЧС для того, чтобы обеспечить. Конечно, сегодня можно и нужно предупредить о том, что количество людей будет большое. В связи с этим, наверное, я имею возможность, вот сегодня воспользовавшись в том числе и вами, вот вашими средствами массовой информации, на то, что мы не все попадем в эту зону, но территория республики и территория города Газани позволяет посмотреть вообще в принципе мероприятия и в других зонах. Зоны питания тут же работают в более усиленном режиме в связи с количеством людей. То есть мы готовы к наплыву и 56 тысяч, и 60, в зависимости от того, какое количество людей у нас будет пребывать. Культурная программа на этот день также рассчитана на работу в течение всего дня, на работу со всеми болельщиками. Мы работаем, я уже повторилась, по культурной программе, работаем со своими коллективами, активно работаем с коллективами республики Татарстан, города Газани. Соответственно, мы готовы встречать финал. Очень хочется, конечно, победить, но я верю в это. Еще вопрос есть, да? Будет так называемый хедлайнер на финал? На финал хедлайнер на данный момент не планируется. И вопрос по поводу Земфира. То есть она будет выступать вне рамках фанфеста? Потому что у людей появилось непонятки, то что то она приезжает как фанфест, то не фанфест. Будут билеты платные и бесплатные. То есть она, получается, просто воспользуется инфраструктурой, которая предоставлена? Мы говорим с вами о том, что есть матчевые дни, есть внематчевые дни. Согласно установкам FIFA, во внематчевый день инфраструктура может быть использована под выступление артистов или под выступление команд, которые приезжают в республику. Здесь никакого противоречия нет, она работает в этой зоне. Дело в том, что, коллеги, мы же с вами тоже понимаем, что для того, чтобы обеспечить тот же самый уличный концерт, работу на улице, необходимо соблюдать ряд требований. В период проведения чемпионата мира около территории Казани-арены, где мы проводим с вами очень часто мероприятия, эта зона не может быть использована для проведения. А традиционной точкой проведения мероприятия у нас является Центр семьи Казан. Уже ряд мероприятий там проходили, показывают себя очень хорошо эти мероприятия, работать на этой площадке удобно. В связи с этим ничего не мешает проводить здесь концерт ей. Там ничего страшного нет. Вопрос, пожалуйста. Казанские ведомости. Реана Тагулина, Леонид Ринатовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас уже эта фан-зона, она наработана, имеется опыт. В дальнейшем, как она будет использоваться после чемпионата мира? Будут ли там такие же мероприятия проходить? Спасибо. Да, вот в ближайшее время мы с вами, коллеги, приходим в режим Дня молодежи, правильно? Соответственно, День молодежи мы тоже имеем возможность провести каким-то вариантом вот на этой площадке, к примеру, на следующий год. Посмотрим, как можно адаптировать вот такой формат работы. Он же очень удобный, он хорошо себя показывает. Думаю, что можно. Дело в том, что фан-фест – это продолжительное же мероприятие по времени, и поэтому эта зона в течение нескольких дней работает. А когда проводится мероприятие однодневное, то вот установка такого большого объема, допустим, ресторанной зоны, установка такого большого объема, связанных с экраном тем же самым, она, может быть, и не всегда нужна. Потому что, да, опыт этой площадки, как раз вот коллега ваш задавал вопрос по инфраструктуре, наверное, вот если об инфраструктурном изменении говорить, то вот эта площадка, она инфраструктурно в этот раз немного по-другому работает. Будем смотреть, пробовать, может быть, на какие-то фестивали, которые 2-3 дня работают по городу Казани и республике, эту площадку также можно будет по аналогии использовать. Вообще, все, что касается таких проектов, повторного применения, всегда легче. То есть мы сейчас посмотрели, попробовали, мы можем этот принцип использовать в следующий раз безусловно. Вы были внутри, все-таки, в чем все-таки особенность этой площадки, в чем драйв, в чем кайф, может быть, даже какой-то... Мне кажется, в единении я в глобальном смысле вижу здесь единение людей, единение людей в одном порыве. Вот спорт – это великая вещь, великая вещь. И люди, которые приходят на этот фестиваль, у них у каждого будет свое наследие вот этого посещения. Кто-то примет решение о том, что его ребенок должен стать футболистом или спортивным менеджером. Кто-то, может быть, решит, что он так удачно вдруг представит в Инстаграм или в сети самого себя и свою историю, что вдруг он станет каким-то известным журналистом, блогером. Сейчас это очень модно, и к этому можно стремиться. Кто-то примет решение о том, что вообще, в принципе, он должен жениться или выйти замуж. Это не мешает абсолютно, потому что вот такие площадки, как правило, они очень эмоциональные. Действительно эмоциональные. Вот если вы все были на фанфесте и были среди людей, вот идешь и заражаешься вот этой особой атмосферой, и уже даже не всегда понятно, за кого ты вот в данный момент болеешь, потому что и та сторона, и другая сторона так прекрасно представляют свою страну и так активно болеют за своих футболистов. Кто-то примет решение о том, что он хочет быть исполнителем, допустим, на сцене, ведущим и так далее. То есть у каждого будет свое, все своя история, связанная с чемпионатом мира. У каждого из нас. У меня она, вот допустим, действительно, и очень эмоциональная. Очень эмоциональная. Всегда все равно болеешь за казаний, за организаторов. Однозначно, да. За организаторов нужно болеть прежде всего. И, собственно говоря, все вы, сидящие в зале, сегодня тоже организаторы и участники этого масштабного, большого события. Мы еще, мне кажется, до конца даже не понимаем вот того эффекта, который на нас произведет чемпионат мира. Это нужно принять. Чтобы умение стало навыком, его надо усвоить. Вот нам надо с вами все вместе чемпионат еще усвоить, понять, какие выводы мы можем сделать. Да, безусловно, есть и какие-то, может быть, друг другу у нас там замечания в работе. Все эти замечания необходимо понять, как устранить, быстро, мобиль. Мы учимся работать мобильно, быстро, не допуская больших ошибок. Ну, скажем, можно погрешности, они всегда в работе будут, иначе просто не работаешь, значит. Это есть, вот этот момент есть. Но эмоциональная история чемпионата будет у каждого, у каждого. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Вот коллега ваша, пусть задают вопрос. Здравствуйте. Российская газета Сергей Тарасов. Казань у нас постоянно использует какие-то крупные события в качестве толчков для развития. И вот сейчас чемпионат, это самый главный мир событий последних лет. Возникает вопрос, а что дальше? На что Казань готова? Что еще готова провести? И что нам это может дать в плане развития инфраструктуры? Ну, у нас чемпионат по короткой воде. На короткой воде, вы помните, да. Да, то есть он в ближайшее тоже время будет. А у нас с вами WorldSkills 2019. Это еще один чемпионат, который по своему масштабу беспрецедентен. Это другая история. Это не спортивное достижение, но соревновательный момент в чемпионате WorldSkills колоссальный. У нас ряд мероприятий международного уровня по спорту, но мне кажется, что вот чемпионат мира по рабочим профессиям это тоже особая атмосфера, коллеги. Это приезжают люди, профессионалы своего дела, молодые люди. Когда вот мы в рамках командировок посещаем те или иные чемпионаты, которые проходят, либо хай-тек чемпионат, либо это чемпионат Европы по рабочим профессиям, либо это чемпионат отдельной страны по рабочим профессиям. Это потрясающие молодые люди. Это люди, образцы и примеры того, как сегодня может развиваться та или иная профессия. Я думаю, что в рамках чемпионата по рабочим профессиям мы с вами увидим филигранных, необыкновенных, талантливых, интересных людей, которые не только... Казань же все время связывают с миром спорта и говорят, что спортивные мероприятия, третья спортивная столица и так далее. Вот чемпионат по профессиям принесет нам с вами, уважаемые коллеги, 100% особое знание в профессиях. И мы к этому тоже готовимся. И, собственно говоря, ваш вопрос сегодня вот так вот получается, что ответы на вопросы даже в течение нашей с вами пресс-конференции появляются сами собой. Та же самая площадка, она может работать, фан-феста может работать и на вот этот продолжительный период в работе с чемпионатом мира по рабочим профессиям. Уникальные, талантливые молодые ребята, демонстрирующие невероятные результаты в освоении той или иной профессии. Вообще наблюдать за ними доставляет огромное удовольствие, научаться тому, как они это делают. Поэтому вот в ближайшее время мы с вами точно так же работаем. Ну, мы же все вместе еще и Олимпийские игры хотим, конечно, всегда. Спасибо. Давайте вопрос завершающий, наверное, да, уже? Да, пожалуйста. Ну, плюс Казанской площадке, удалось бы наблюдать за тем, как работает площадка в Москве и в Нижнем Новгороде. Большой плюс того, что у нас наполнился древесными опилками. То есть везде асфальт, сидеть неудобно, как бы, а у нас, ну, вот это вот покрытие, это казанское ноу-хау? И каким образом вообще кто это придумал? Ну, данная площадка, да, работают, собственно говоря, предложения тех, кто организовывал этот технический, этот фестиваль. Это наши с вами совместные коллеги, и это согласование FIFA. Я уже вам проговорила, что все действия у нас согласованы. Это удачное ноу-хау, на мой взгляд, тоже, потому что на этой площадке газон имеет свою специфику, он тоже удобен для площадок, в отличие от асфальта. Асфальт, конечно, намного сложнее, тем более в такую температуру. Но у газона есть свои проблемы. Данная площадка, во-первых, имеет вот эту древесную стружку, да, или щепа, она имеет, щепа, правильно, да, она имеет, во-первых, эстетически приятный вид, во-вторых, она поглощает в хорошем моменте воду, если вот проходит большой дождь. Кроме того, вы понимаете, что она все здесь обработана, и она имеет вообще все требования экологичности, безопасности. Она позволяет располагаться непосредственно на щепе, то есть можно на ней и посидеть, и полежать, как показывают наши болельщики, то есть можно удобно расположиться, и наши болельщики все очень мудрые, они и с пледами приходят еще, и с пенками для того, чтобы комфортно болеть, и с ватрушками, то есть есть разнообразные варианты. Это ноу-хау, который действительно нужно использовать, и оно очень хорошо работает. Асфальт тяжелее. Но мы с этой площадкой, с газоном же работали уже, да, газон тоже ведет себя, ну, газон в дождик другой, там сложнее работать на ней. Спасибо, Лейла и Ренат, но мы, конечно, итоги пока не подводим, но все-таки мы говорим о том, что мы приближаемся к Экватору, это все знаковое. Да, да, сегодня, коллеги, когда я к вам сюда шла, у нас знаковая пресс-конференция, сегодня Экватор, сегодня 13-й день работы площадки Фанфест, это как раз Экватор, и наша задача всю следующую часть прожить в тех же прекрасных цифрах, в тех же количественных характеристиках, чтобы люди, которые приходили на Фанфест, были довольны результатами, чтобы люди, которые приходили на матчи, были довольны результатом игры сборных, мировых сборных, и все вместе мы в Экватор должны пожелать, чтобы наша сборная удивила, порадовала, вдохновила, и всех нас с вами подвигло к еще большим результатам, к еще большему желанию работать всем вместе. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости. События. Подробности.